ребята всем привет 17 июля как я вам и обещал показать виноград наконец-то я посадил но вот этот вот этот ряд винограда я посадил уже неделю назад у меня еще три оставалось и я с той стороны подсадил я в последнем видео вам покажу сорта чтобы не тянуть сейчас я хочу вам другое показать но первое смотрите я их посадил и уже на протяжении недели каждый день вечером вот по такой 16 литровый лейки выливая 16 или 12 12 литровый и земля на вот я вечером поливаю на следующий день все сухо просто сухо и трескается земля и коркой это значит надо еще мне рыхлите вот устал я хочу сейчас сделать вот искусственную мульчу надрежу вот так и уложу вокруг корня как раз полью она пропускает воду влагу вот это я поливал смотрите каждый день каждый день по 1 лейки выливал вроде не погибает ничего но вот и устал рыхлить червей нет вот эту вот землю они не рыхлят хотя червей я сюда кидал калифорний они все убежали жара сейчас я вот это все сделаю вам покажу как это будет выглядеть покажу что получилось и давайте сразу расскажу почему я посадил напротив каждой арки вот это вот у нас идет арка ферма и идет нога ну нога пусть стойка то есть сначала я посадил я хотел посадить в два ряда хотел сна снутри снаружи потом снаружи плюнул не надо потому что картошка кстати картошка только-только начинается ходить я ее сажал не буду врать на учета числа 20 июня сажал а может быть нет в начале июля я ее сажал 1 июля что будет посмотреть суть не в этом смотрите я сначала посадил и вот этот боковой ну самый главный который будет потом главный ствол я его вот в эту сторону сделал вот так я думал натяну проволокой и там первый ряд 2 3 как по всем правилам виноградников виноградарей будет в несколько этажей и пойдет от этого винограда до того от этого до того и так далее а потом понял зачем вот когда уже второй посадил я понял я раз смотрю столб голову поднимаю пошла ферма и мне как боженька подсказал смотрите я его взял опять выкопал и повернул вот сюда вот он идет и все стволы сейчас и думаю не стволы ну побеги все побеги идут в этот бок сюда он вверх сейчас пойдет и я его буду или крючками или завязками цеплять основной стебель до середины фермы это у нас 6 метров и метр высоты и вот так он пойдет вверх он никому не будет мешать ни растениям во первых он будет затенять во вторых он будет всю жару все тепло которое в теплице вверху брать на себя чтобы ягоды были сладкие тут между виноградом будет проход тут можно зелень будет посадить вообще будет здорово но это вот мои мысли так ладно чтобы времени тянуть давайте я сейчас быстро сделаю искусственную мульчу с термоукровного просто сукровного я пробовал на других местах он быстро пропускает он все-таки влагой испаряется сквозь него быстро дам какой процент задерживает но мало надо тогда сделать укрывной сверху щебеночку сыпать или траву или опилки там или стружку